МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Здравствуйте! В эфире телеканал СБС и радио СБС-ФМ. Вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку до ноября этого года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Для этого, по его словам, в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы. Пашинян надеется, что прогресс будет зафиксирован на встрече глав МИД двух стран Алматы 10 мая. Служба безопасности Украины заявила, что ее сотрудники раскрыли план убийства президента Владимира Зеленского и других высших руководителей страны. Украинская спецслужба обвинила в подготовке покушений российские власти. Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории РФ имеет право на удар по британским объектам в Украине и за ее пределами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Израильская танковая бригада вошла на КПП Рафах сегодня рано утром и взяла под свой контроль критически важный переход, основной путь доставки помощи, высажденный анклав и выезда для тех, кто может бежать в Египет. ЦААЛ называет свою операцию Рафахи ограниченной. Баку и Братислава рассматривают среди основных целей сотрудничества, кроме стратегического партнерства, расширения и диверсификации товарооборота, который в прошлом году составил 62 миллиона долларов. Также обсуждаются проекты в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и энергетике. Президент Болгарии Руман Радев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В повестку визита входит укрепление и углубление двустороннего стратегического партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес, включая экономику, энергетику, высокие технологии, инновации, транспорт и туризм. В рамках визита будет подписана и совместная декларация об укреплении стратегического партнерства между Болгарией и Азербайджаном. Руман Радев встретится в Баку со спикером парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой и побеседует с болгарскими экспертами, работающими в сфере спорта в республике. Ранее в марте этого года визит президента Болгарии в Азербайджан был отложен по причине внутриполитических обязательств, связанных с назначением технического правительства и проведением новых выборов в парламент страны. Чем дальше продвигается процесс делимитации, тем больше гарантий безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение республики продолжить решение пограничных вопросов с Азербайджаном. Глава армянского комбина заявил, что Еревану пора нормализовать отношения как с Баку, так и с Анкарой. Несмотря на недовольство и давление оппозиции, процесс делимитации границы с Азербайджаном будет продолжен. Об этом на большой пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сообщил, что в Тавужской области выполнено уже свыше 90% намеченных работ. Делимитация, убежден Пашинян, позволит избежать войны в будущем. Чем дальше продвигается процесс делимитации, тем крепче уверенность в том, что формируются гарантии безопасности. Глава правительства Армении убежден в том, что противники делимитации при поддержке некоторых внешних сил пытаются реализовать свои планы в регионе. Пашинян также затронул тему установки приграничных столбов, коих на армяно-азербайджанской границе уже больше 40. Это делается на правовой основе, они становятся гарантией безопасности населенных пунктов. У этого процесса одна цель – сделать войну бессмысленной. Пашинян не стал уточнять, на основе каких карт ведется процесс делимитации, но повторил, что территория Армении составляет 29 743 квадратных километра. С 2020 года, по его словам, проводилась инвентаризация всех документов, связанных с делимитацией. Только мир может гарантировать безопасность Армении. Мы приняли мирную повестку как средство обеспечения безопасности страны и реализуем ее как систему гарантий безопасности. Пограничные столбы, устанавливаемые на границе, являются столбами гарантии безопасности Армении. Мы сделаем все, чтобы увеличить количество этих столбов. Пашинян признался, что Армении следовало бы давно пересмотреть стратегическое видение своего развития. Он вновь подтвердил намерение нормализовать отношения с соседними странами. «Перед нами стоят следующие задачи – углубление и развитие добрососедства с Грузией и Ираном, уменьшение и даже обнуление вражды с Турцией и Азербайджаном, региональная транспортная интеграция, установление, углубление, развитие экономических связей, диверсификация внешних отношений и реформирование армии обеспечат безопасность страны. Но все это должно быть основано на легитимности. Для всего этого необходим мир». Пашинян также прокомментировал протестное движение армянского архиепископа Баграта Галстаняна против делимитации границ. Премьер подчеркнул, что власти не намерены применять грубую силу в отношении демонстрантов. Комментируя же требования своей отставки, Пашинян напомнил, что уже уходил с поста и не может без конца подавать в отставку. Тему продолжим с нашим гостем. К нам подключается Анна Аргасанов, политолог, доцент кафедры массовых коммуникаций РУДЭН. Анна Армелем, здравствуйте, добрый вечер. Вечер добрый, здравствуйте. Анна Армелем, вот Никол Пашинян заявляет о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном до ноября текущего года. Как вы считаете, что конкретно могло сподвигнуть армянского премьера на признание без альтернативности мира с Азербайджаном? Я считаю, что Никол Пашинян является почтальоном Запада. Он не свои мысли высказывает, он, скорее всего, выступает с позиции Запада. И на Западе есть понимание, что, чтобы дестабилизировать ситуацию на Кавказе, необходимо вернуть оккупированные территории Азербайджана. Я имею в виду последние деревни, которые остаются все еще под оккупацией. И дело в том, что, возвращая Азербайджан в результате прямых переговоров с Азербайджанской республикой, Армения пытается стать независимым государством. Это попытки. Пашинян на сегодняшний день видит Россию больше противника, чем Азербайджанскую республику и Турцию. Это один аспект этой проблематики. Другой аспект заключается в том, что процесс деноцификации, о котором я часто говорю, скорее всего, реализуется Пашинянам и его командой по отношению к армянскому населению. Что я имею в виду? То есть в Армении под воздействием Запада, в армянской политической элите, которые сегодня разделяют власть, есть понимание, что мифологизируя, романтизируя свою историю и имея претензии к чужим территориям, Армения может потерять все. Вот это мышление армянской политической власти, которое формировалось на Западе. Дело в том, что и глава СОЛБЕЗа Армении, и глава парламента Армении, и министр иностранных дел Армении, Пашинян сам, это бывшие НПОшники. Эти люди в основном формировались, значит, и вышли на политическую арену под воздействием институтов Запада. И, значит, у них отношение армянскому государству отличается от их предшественников. То есть они хотят добрососедских отношений с первоочистью со своими соседями. Это не из-за того, что они такие азербайджанофилы или тюркофилы. Нет. Дело в том, что, значит, вот проведя подобную политику, они отстранятся от России, они отвернутся от России. То есть армянская политическая элита не за диверсификацию, а за разворот. Одно дело вести многовекторную политику, а другое дело закрыть одно окно, открыть другую фоточку. Вот исходя из этих принципов, на сегодняшний день Армения договороспособна с Азербайджаном, нежели с Российской Федерацией. И мы сегодня стали свидетелями, послушав пресс-конференцию Никола Пашиняна. Сегодняшние месседжи были направлены не против Азербайджана, а против Москвы Российской Федерации. Анна Армеля, Никол Пашинян также выразил надежду, что на встрече в Алматы, где встретятся главы МИД Азербайджана и Армении, будет зафиксирован значительный прогресс. Что вы думаете на этот счет? С чем приедет Армения? С каким предложением? Армения хочет навязывать Азербайджанской республике как в качестве главного принципа будущего мирного договора Алматинскую декларацию. Алматинская декларация, по мнению власти Армении, должна быть главным принципом, по которому мы должны заключить мир с Арменией. Вот на сегодняшний день то, что мы наблюдаем в казахском направлении, значит, идти по этому принципу, это в интересах Азербайджана. Но в целом заключить мир на Алматинской декларации не в интересах Азербайджанской республики, потому что Азербайджанская республика до Алматинской декларации уже была независимым государством. В октябре мы были независимым государством. Алматинская декларация подписана в декабре 1991 года. То есть мы являемся наследниками Азербайджанской демократической республики. Вот смотрите, почему мы должны перенять повестку у армян. Зачем они должны диктовать нам, какой принцип должен быть главным? Вообще, я вам скажу, премьер-министр Армении сегодня виляет хвостом, отказывает от своей подписи. Вот он сегодня открытым текстом сказал, что нечего делать русским в Зенгезуцком коридоре. То есть он сказал, что в этом документе от 9 ноября участие русских можно ограничивать отчетом. То есть армянские пограничники или силовые структуры будут отчитываться перед Москвой, мол, на этом коридоре все в порядке. То есть понимаете, они не хотят, чтобы на данной территории в будущем были российские пограничники. Я считаю, что завтра, когда будет встреча в Москве, ему четко объяснят, что вспомни, под какой документ ты поставил свою подпись. И этот документ не абстрактный, он конкретный. Там четко написано, что дорога будет контролироваться Россией. А если Армения откажет, а скорее всего Армения будет затягивать процесс, затягивать, как затягивали до сегодняшнего дня. Но на самом деле здесь мы ничего не теряем, я имею в виду Азербайджанскую республику, потому что наша дорога еще не готова. Вот этот коридор, наш еще не готова полностью. Мы не торопимся. Мы не торопимся. Для нас сейчас самое главное получить все остальные деревни, которые под оккупацией. А когда дело дойдет уже до коридора, наверняка и, значит, до этого времени и заявления Пашиньяна будут корректированы. Вы знаете, Пашиньян молниеносно, довольно стремительно, очень часто меняет свои заявления. Карабах – это Армения, через год Карабах – это Азербайджан и так далее. Можно очень много интересных, забавных заявлений Пашиньяна перечислить. Поэтому я считаю, что завтра Пашиньяна ожидает в Москве довольно серьезная встреча, в том смысле, что ему скажут, что не надо билять хвостом, иначе Россия может закрыть кислород Армении. Чтобы мы знали, 90% энергоносителей Армении – это доля России. 91%, я бы сказал. 25% мясной продукции – это благодаря России. 20% инвестиций в Армении – это российские компании. То есть, понимаете, огнем играть не стоит. Я считаю, что завтра Пашиньян что может сказать? Максимум затягивает процесс. Хотя он сегодня четко сказал, «Русских не будет в Зенгерзурском коридоре, и Азербайджан не получит беспрепятственный коридор с Нахчеваном». Понимаете, он это сказал. Конечно, наши на это не реагировали. Я имею в виду руководство Азербайджана. Потому что, когда дело дойдет, Пашиньян будет договороспособен. Пока все заявления, в основном, нацелены против России. Но я считаю, что завтра по-другому выступит Пашиньян. Завтра ему в Кремле объяснят, кто в регионе имеет вес. Дело в том, что только сильная сторона может говорить абстрактно. Слабая сторона, а Армения является слабой стороной, проиграла на этой войне. Армения никак не может, не имеет права абстрагировать данные заявления. Иначе Армения потеряет доверие не только Россия, Азербайджана, Ирана, Турции и Запада. Если ты сегодня отказываешься от своей подписи, получается, ты завтра можешь отказаться от своей подписи по отношению к Ирану, к Западу, к Азербайджану, к Турции. Какое доверие может быть к этому государству, если Армения не даст российским пограничникам контролировать вот эту дорогу? Поэтому Пашиньян, будучи слабым, хочет себя вести как в свое время говорил Наполеон. Договор должен быть кратким и абстрактным. Но заявление от 9 ноября возможно не краткий, но он точно не абстрактный. Он конкретный. Пускай Пашиньян не виляет хвостом. Завтра, я думаю, что он по-другому будет петь. Анар Малин, большое вам спасибо за ваше мнение. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. Пожалуйста. Всего доброго. И напомню, что на прямой связи со студией был Анар Гасанов, политолог, доцент кафедры массовых коммуникаций РУДН. А прямо сейчас возвращаемся к главной теме дня. Баку и Братислава руководствуются политикой, основанной на уважении, суверенитета и достоинстве. Эта мысль стала главной на сегодняшних переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Словакии Роберта Фитца. Страны активно сотрудничают в таких областях экономики, как энергетика и промышленное производство. Азербайджан экспортирует свой природный газ в 8 стран, а Словакия станет 9-й. Сегодня открывается новая страница в Азербайджан и словацких отношениях. По итогам переговоров президента Ильхама Алиева и премьер-министра Роберта Фитца стороны подписали совместную декларацию о создании стратегического партнерства. Меморандум о взаимопонимании в области военно-технического сотрудничества подписали министр обороны и промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии Роберт Калинак. Кроме того, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр Калинак подписали более широкое соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Как отметил азербайджанский лидер, достигнутые со Словакией договорённости будут своевременно реализованы. И таким образом сотрудничество стран будет развиваться ещё быстрее. Сегодня очень знаменательный день в истории словацко-азербайджанских отношений. Уважаемый господин премьер-министр совершает визит в Азербайджан, в рамках которого подписана совместная декларация о стратегическом партнёрстве. Это очень серьёзный политический документ, который поднимает наши связи на самый высокий уровень. Пункты декларации о стратегическом партнёрстве отражают наши намерения, в то же время они определяют и перспективы дальнейшего сотрудничества, считая, что сегодня открывается новая страница словацко-азербайджанских отношений и надеясь, что наш совместный путь будет очень успешным. Азербайджан сегодня играет большую роль в мировом энергетическом секторе. Ещё в июле 2022 года между главой Азербайджана и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнёрству в энергетической сфере. Данное соглашение ещё раз подчёркивает вклад Азербайджана в энергетическую безопасность ЕС. Страна в настоящее время экспортирует свой природный газ в восемь стран. На совместной встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фитса Ильхам Малиев отметил, что девятой страной станет Словакия. Азербайджан в настоящее время экспортирует свой природный газ в восемь стран. Надеюсь, что девятой страной станет Словакия. В апреле прошлого года был подписан документ под названием «Кольцо солидарности». И таким образом были созданы хорошие возможности для транспортировки азербайджанского газа и на рынок в Словакии. Реализуется подписанная между Европейским союзом и Азербайджаном декларация о стратегическом партнёрстве в газовой и энергетической сфере. Азербайджан использует надёжные пути для транспортировки своего природного газа в Европу. Одним из примечательных направлений Азербайджана-словацкого сотрудничества является деятельность словацкой компании на освобождённых от оккупации землях Азербайджана. Как отметил президент Ильхам Алиев, реконструкция села Гарвэнда Гдамского района будет осуществлена словацкой компанией. Бизнес-форум между Азербайджаном и Словакией, в котором участвовали предприниматели с обоих сторон именно в сфере экономики, в сфере медицины, в сфере ложистики, транспорта и так далее, создал прочную основу, платформу, которая создаст новые условия, обеспечить новые условия для будущих наших отношений, двухсторонних отношений, которые укрепляются с каждым годом. Дело в том, что Словакия наш важный партнёр в Евросоюзе и в Европе в целом, поэтому мы заинтересованы. И вот этот бизнес-форум дал новый импут в наших отношениях. Общественно-политическая стабильность, существующая в Азербайджане, создала благоприятные условия для динамичного развития страны во всех сферах. Азербайджан уже превратился в энергетический центр региона, и его потенциал в направлении устранения существующих проблем в этой сфере высоко ценится в мире. Соглашения, подписанные между Азербайджаном и Словакией, подчеркивают взаимную заинтересованность в укреплении связей в различных областях. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с официальным визитом в Турции, сегодня ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в азербайджанском квартале в провинции Кахраман-Мараш. Премьер-министр дал соответствующие поручения в связи со своевременным и качественным проведением строительных работ. По поручению президента Ильхама Алиева, Азербайджан поддержал строительство нового квартала в Кахраман-Мараше, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля прошлого года. Правительством Азербайджана были выделены средства на реализацию проекта на общую сумму 100 миллионов долларов. Площадь жилого квартала Азербайджан составит 32 гектара. Очередная группа азербайджанских военнослужащих отправилась в Турцию для участия в многонациональных учениях ФС-2024, которые проходят в Стамбуле и Измире. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. В международных учениях задействованы 1567 военных из 49 стран мира. Учения продлятся до 30 мая. В США начали преследовать за лоббизм, который, по сути, является легальной деятельностью. Под прицел в этот раз попал конгрессмен-демократ Генри Куэльер. Его обвинили в получении финансовых средств из Азербайджана и Мексики. Эксперты считают, что эти обвинения появились не случайно. Они связаны с электоральной позицией члена американского конгресса. На войне все средства хороши. Похоже, именно этим принципом руководствуются в избирательной команде президента США Джо Байдена. До голосования осталось еще шесть месяцев, но в штабе действующего президента штатов уже успели состряпать дело буквально на каждого второго члена свита его главного конкурента Дональда Трампа. Под раздачу попал и приближенный бывшего главу Белого дома конгрессмен-демократ Генри Куэльяр. Самое интересное, что ему приписали получение взяток из Азербайджана, но и Мексики в придачу. Куэльяр, конечно, заявил о своей невиновности, подчеркнув, что никогда не совершал ничего противозаконного. Все свои действия на посту конгрессмена он назвал соответствующими действиям многих своих коллег и, главное, отвечающими интересам американцев. К слову, лоббизм США является легальным видом деятельности как на федеральном уровне, так и в большинстве штатов. Он регулируется специальным законом, но соблюдают его далеко не все. Иными словами, перед законом все равны, но некоторые, как говорится, ровнее. Неудивительно, что у особо агрессивной лоббистской деятельности выделяется Армения. Армянское лобби пользуется серьёзным влиянием. Среди этнических лоббистских организаций есть Армянский национальный комитет Америки. Там занимаются не только пропагандой, но и финансированием некоторых армянских террористических организаций. Им удалось привлечь к сотрудничеству влиятельных людей в США. За лоббистские услуги эти лица получают крупные денежные вознаграждения. Их имена, то и дело, всплывает в коррупционных скандалах. Представители армянского лобби уже давно установили прочные связи с некоторыми американскими законодательными. Последние создают вокруг Армении образ жертвы и тем самым выпрашивают для страны ещё больше грантов. Услуживает армянам и бывший губернатор штата Канзас Сэм Браунбек. Именно он требовал ввести санкции против Азербайджана за гуманитарный кризис в Карабахе, который существовал только в его фантазиях. Ещё дальше пошёл конгрессмен Адам Шиф. В попытке угодить своим армянским заказчикам этот американский политик представил в палату представителей законопроект, призывающий признать независимость канувшего в лету самораспущенного сепаратистского режима в Хангинди. Ну а лицом армянской пропаганды в США можно назвать сенатора-демократа Роберта Менендеса. Он за продвижение интересов Армении был награждён армянским орденом дружбы. В отношении Менендеса и его супруги-армянки по происхождению были выдвинуты обвинения в получении взяток. Правда, в Минюсте США предпочли не замечать связи Менендеса с Арменией и решили наказать его за услуги, предоставленные властям Египта. Дома у сенатора провели обыск. Было найдено 480 тысяч долларов наличными, которые были разложены по конвертам и спрятаны в одежде, шкафах и сейфе. Кроме того, следователи нашли в доме Менендеса золотые слитки стоимостью 100 тысяч долларов. После этого коррупционного скандала у Менендеса будет гораздо меньше шансов на переизбрание. Армянское лобби уже от него отказалось и находится в поиске нового претендента на роль главного пропагандиста Армении в США. И может стать сенатор-демократ от американского штаба Нью-Джерси Эндрю Цвикер. Он выдвинул законопроект, предполагающий введение санкций против Азербайджана из-за вымышленных нарушений прав человека. Армянское лобби даже проводит ротацию среди своих верных слуг. Те, кто поддерживает законопроекты против Азербайджана, входят в высшую категорию. К примеру, раньше к этой категории можно было отнести члена Палаты представителей от штата Нью-Джерси Дональда Наркроса. Антиазербайджанские инициативы и армяне решили понизить его так называемый ранг среди лоббистов. Не исключено, что он попытается реабилитироваться и занять пост Менендеса. Просто им не следует забывать, спецслужба Азербайджана в силе сорвать маску с любого армянского пропагандиста. На лоббирование в США разными странами тратятся очень большие деньги. Речь идет о миллионах долларов. К примеру, Эстония и Латвия в свое время заплатили лоббистским фирмам сотни тысяч долларов для продвижения стран в НАТО. Огромные средства выделяет и израильское лобби США. В результате израильтянам в разные годы удалось заручиться баснословной экономической поддержкой от Вашингтона. При этом подобное финансирование лоббизма американцы крайне редко называли взяточничеством. Попытки США криминализировать иностранное финансирование тех или иных организаций выглядят несуразными и на фоне критики Вашингтона в адрес Тбилиси за обсуждение закона проекта о прозрачности иностранного влияния. Жаля Гусейна, Вашимистан, Мамедов, Сибиси. Тем временем в Киеве разоблачена сеть агентов, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского и других высших руководителей Украины. По данным Службы безопасности страны, одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей среди военных, приближенных к окране президента, способных взять Зеленского в заложники, а затем убить. Служба безопасности Украины заявила о раскрытии ее сотрудниками плана убийства президента Владимира Зеленского и других представителей высшего военного политического руководства страны. В подготовке покушения на украинского лидера обвиняется Федеральная служба безопасности России. Согласно заявлению СБУ планировалось убийство Владимира Зеленского, а также руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главы службы безопасности страны Ивана Малюка. СБУ назвала имена ответственных за организацию теракта. Это Максим Мишустин, Дмитрий Перлин и Алексей Корнев. Именно эти сотрудники 9-го управления ФСБ России по мнению украинских властей укурировали организацию покушений. В рамках операции СБУ был задержан полковник, а также начальник Департамента управления государственной охраны Андрей Гук. Их подозревают в подготовке покушения на президента Украины. Как утверждают в Киеве, Андрей Гук обеспечивал задержанных информацией и вооружением, противопехотными минами, зарядами и дронами. Двое задержанных подозреваются по статьям Уголовного кодекса Украины о госизмене в условиях военного положения и подготовке к теракту. Им грозит пожизненное лишение свободы. Можно оценить этот шаг с политической точки зрения. То есть он действительно логический и напрашивается для наших врагов, безусловно, врагов как снаружи, так и внутри, потому что внутри тоже есть люди заинтересованные в такого рода диверсиях. Это пятая колонна. После ликвидации президента будут проблемы не только внутри страны, внутри политического эстеблишмента, будут и проблемы на фронте. То есть это все совершенно понятно. Хотя, наверное, есть какой-то план Б, в общем-то, он должен быть всегда у любой страны, любого государства, у любых политических элит на случай разных такого рода провокаций. Служба безопасности Украины уже несколько лет следит за подозреваемыми в подготовке покушения. Опубликованы и фотографии с перепиской предполагаемого агента и изъятым оружием и боеприпасами. Одним из заданий агентурной сети ФСБ России по мнению службы был поиск исполнителей среди военных приближенных к охране президента Украины, которые могли бы взять главу государства в заложники, а позже его убить. Главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по информации СБУ намеревались убить до праздника Пасхи. Раскрытый план покушения на Буданова. Сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать информацию. А затем по координатам дома, где должен был находиться украинский чиновник, планировалось нанести ракетный удар. За этим должны были последовать нападения дронами на людей, которые остались на месте поражения и второй ракетный обстрел по зданию. Российские власти пока не прокомментировали утверждение СБУ. Другое дело, что я не могу того же сказать насчет попыток ликвидировать главу ГУР Буданова и главу СБУ Малюка. В принципе, это силовики конечно важные, безусловно, не дай бог, что-то с ними случится, это будет трагедия, но это люди назначаемые президентом. Это люди, которые в принципе не избираются, которые не являются решающими или ключевыми. Поэтому с точки зрения ликвидации силовых руководителей силовых я не вижу логики. Я этого не исключаю, но это просто непонятная цель. Может, фактор какого-то устрашения, чтобы тех, кто будут в дальнейшем назначены на их должность, чтобы они думали, может, такого рода запугивание. Попытки покушения на главу Украины Владимира Зеленского совершались и раньше. Так, 6 марта 2024 года, когда был нанесен ракетный удар по Одессе в городе, находились украинский лидер и его гость, премьер-министр Греции Кириакус Мицотакис. По данным греческих СМИ, тогда под огонь мог попасть кортеж Зеленского. В связи с обстрелом города пресс-конференция лидеров Украины и Греции не транслировалась в прямом эфире. Советник офиса президента страны Михаил Подоляк еще в марте 2022 года сообщал, что неудавшихся атак на украинского лидера было больше десятка. Ряд покушений был предотвращен благодаря полученной информации от зарубежной разведки, в частности от спецслужб США. Эльвин Абдулаев, Си-Би-Си. Другим темам. Военная операция в городе Рафах на юге сектора Газа не прекратится до уничтожения батальонов Хамас в этом районе и для начала освобождения заложников, которые удерживаются палестинской группировкой в секторе Газа. На фоне сообщения о том, что израильские войска захватили ключевые пограничные переходы в Газе, генеральный секретарь ООН повторил свой призыв к Израилю прекратить эскалацию в палестинском анклаве. В Израиле заявили, что его целью остается уничтожение палестинского движения Хамас в секторе Газа, поскольку ее представители собирались отправиться на переговор о прекращении огня в Каир. Международные организации были заинтересованы в эвакуации населения до того, как Израиль начал свою операцию в городе. Израильские самолеты нанесли неоднократные удары на юге Газы, где укрылись более одного миллиона палестинцев, перемещенных в результате семимесячной войны. Как заявил израильский дипломат Дэвид Менсер, одна из трех целей еврейского государства гарантировать, что сектор Газа никогда больше не сможет снова представлять угрозу для Израиля. «Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжит свою операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на Хамас с целью освобождения наших заложников и достижения всех целей войны. Предложение Хамас далеко от основных требований Израиля. Тем не менее, мы направим высокопоставленную делегацию в Египет, чтобы максимально увеличить шансы на достижение соглашения на приемлемых для Израиля условиях». В израильском правительстве заявили, что цель операции в Рафахе оказать военное давление на Хамас, демонтаж инфраструктуры, используемой палестинским движением и освобождение заложников. По официальным данным, в плену боевиков остаются 132 человека. 37 из них считаются погибшими. В ходе операции Цахал уничтожил заминированные автомобили, которые пытался атаковать один из танков. Кроме того, к утру 7 мая ВВС Израиля нанесли удары по более 100 объектам Хамас в регионе. В Цахал сообщили, что эвакуировали большую часть мирных жителей и сотрудников международных организаций, работавших в районах вблизи контрольно-пропускных пунктов. В палестинской пограничной службе утверждают, что в результате операции поставки гуманитарной помощи через КПП Рафах полностью прекратились. За последние 24 часа наземные войска Цахала и истребители ВВС Израиля уничтожили террористические объекты Хамас в Рафахе. Мы нанесли удары по военным сооружениям, подземным туннелям, ликвидировали 20 террористов и обнаружили три действующих туннеля. Каждый день в Газу поступает все больше приезжают 27 тысяч грузовиков с едой, водой и медикаментами. Гуманитарная помощь прибывает в сектор Газа также по морю и воздуху. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило, что израильские власти отказали международной организации в доступе к району вблизи контрольно-пропускного пункта. В ООН также подчеркнули, что все топливо поступало в сектор Газа именно через Рафах, и текущего запаса горючего, которое используется в том числе для генераторов в больницах хватит лишь на одни сутки. Кроме того, из-за закрытия КПП прекратился вывоз палестинских больных на лечение. Глава ООН Антони Гутерриш призвал израильское правительство прекратить любую эскалацию и конструктивно участвовать в текущих дипломатических переговорах с Хамас. На данном этапе неизвестно, станут ли израильские военные расширять зону военной операции. По данным CNN, текущие действия Цахал — это не то обширное наступление на РАФах, которое прежде анонсировал Израиль. Эльвин Абдулаев, CBC. Между тем, хакеры совершили киператаку на Министерство обороны Великобритании. Целью взлома стала система начисления заработной платы ведомства, включающая в себя имена и банковские реквизиты военных. Персональные данные примерно 270 тысяч военнослужащих были взломаны в результате киператаки против Минобороны Великобритании. Как сообщают СМИ, речь идёт как о значительной части действующих военных, так и о резервистах и ветеранах. При этом хакеры не получили доступ к персональным данным военных из сил специального назначения, которые хранятся на других серверах. Власти Великобритании не называют страну, которая организовала киператаку, но некоторые британские политики уверены, что за взломом стоят китайские хакеры. Однако в Пекине данные обвинения решительно осудили, называв их абсурдными. «Высказывания британских политиков абсолютно абсурдные. Китай всегда решительно выступал против всех форм кибератак и боролся с ними. Мы решительно выступаем против использования вопросов кибербезопасности в политических целях, чтобы намеренно очернить другие страны». В марте власти Великобритании сообщили, что китайские хакеры взломали серверы избирательной комиссии королевства и получили доступ к личным данным около 40 миллионов избирателей в стране. Помимо этого, были совершены кибератаки против некоторых парламентариев, включая экс-лидера консервативной партии Иена Дункана Смита. После этого Лондон ввел санкции в отношении двух граждан и одной компании Китая. Британские власти утверждали, что за атакой вероятно стоит хакерская группировка ARTS-31. Представитель МИД КНР Лин Циань тогда заявил, что Печен отвергает безосновательное обвинение, призывая Великобритании прекратить распространение ложной информации. А теперь к новостям в экономике. Все подробности у моей коллеги Медины Гурбановой. В Баку состоялся Азербайджанно-Словацкий бизнес-форум. При участии министра экономики Азербайджана Микаэла Джабарова, вице-премьера министра экономики Словакии, представителей государственного и частного секторов. Обсуждено расширение экономических связей, налаживание партнерства между деловыми кругами. Были проведены B2B-встречи и презентации инвестиционных возможностей двух стран. В последние годы Баку и Братислава приложили значительные усилия для укрепления двусторонних отношений. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микел Джабаров на Азербайджано-Словацком бизнес-форуме в Баку. Одна из основных целей Азербайджана и Словакии в настоящее время это расширение и диверсификация торговых связей. По итогам прошлого года товарооборот составил почти 62 миллиона долларов. Также в прошлом году страны подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, которое должно вступить в силу 1 января 2025 года, что ещё больше улучшит условия ведения бизнеса. Используя стратегически выгодное географическое положение нашей страны мы создали множество специальных экономических зон, включая промышленные зоны и свободную экономическую зону Аляд. Афес нацелена на привлечение инвесторов, заинтересованных в использовании инновационных технологий для производства дорогостоящих товаров на экспорт. Расположенная рядом с Бакинским международным морским торговым портом, крупнейшим на Каспийском море, это СЭС предлагает налоговые льготы и свободу репатриации доходов для своих резидентов. Декларация об установлении стратегического партнёрства станет ещё одной основой для подтверждения взаимного интереса Азербайджана и Словакии в углублении экономических отношений. Все подписанные сегодня документы между двумя странами упростят торговое сотрудничество и помогут открыть двери для ещё большего числа компаний, которые смогут выйти на соответствующие рынки. В общей сложности 37 словацких компаний и учреждений приехали в Баку на этот форум с целью поиска новых партнёров или укрепления существующего сотрудничества. Рассматривается и возможность реализации совместных проектов. На повестке дня поддержка инициатив промышленности, инноваций, сельскохозяйственной, IT, туристической сферы и совместные меры по переходу на зелёную энергетику. Мы полагаем, что после бизнес-форума товарооборот между двумя странами увеличится. В сегодняшнем форуме принимают участие 37 компаний из Словакии, 55 компаний и государственных учреждений из Азербайджана. Есть условия и для широкого спектра отношений в IT-сфере, и мы видим этот потенциал. Сегодняшние встречи создадут новые возможности и позволят нам обсудить сотрудничество друг с другом. В рамках бизнес-форума между Баку и Братиславой заключены меморандумы взаимопонимания по сотрудничеству. В частности, такие документы были подписаны азербайджанской инвестиционной компанией и словацким экспортно-импортным банком EximBank, а также словацкой SIG Energetics и азербайджанской IT-х групп. Азербайджан и Словакия продолжат работать над новыми соглашениями, что позволит и далее наращивать двустороннюю торговлю, отметил глава агентства по инвестициям и торговому развитию Словакии Роберт Симончич. «Словакия активно развивает отрасли энергетики, ИКТ, производство электроники, автомобильную промышленность, космическую отрасль и спутниковые технологии. Мы имеем большой опыт, которым можем поделиться. В настоящее время Словакия экспортирует в год товаров в Азербайджан на 8 миллионов евро, импортирует на 1 миллион евро. Однако будут подписаны новые соглашения, и это увеличит объёмы торговли между нашими странами». В то же время обе страны участницы инициативы «Кольцо солидарности». Проект предусматривает повышение безопасности поставок природного газа в Европейский Союз, Центральную и Юго-Восточную Европу за счёт подключения к Южному газовому коридору. Между тем, в прошлом году на нефтеперерабатывающие мощности Словакии поступила первая партия азербайджанской нефти. Баку также заинтересован в участии словацких компаний в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана. Уже подписано соглашение о подготовке проектной документации по строительству умного села в деревне Башкир-Вент Агдамского района, работа по которому уже начинаются. Нармина Хамбабаева, Рамиз Меришлей, Си-Би-Си. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ОООМ планирует активно участвовать в диалоге по изменению климата на предстоящей в Азербайджане сессии КОП-29. ФАУ важную роль в создании устойчивого будущего отводят молодёжи и призывают создать условия для обсуждения эффективных методов решения актуальных проблем. Борьба с изменением климата набирает обороты. За последние несколько лет стремление к устойчивому развитию получило значительный импульс благодаря усилиям многих стран, организаций и частных лиц. В ожидании решения глобальных проблем старшим поколениям молодёжная активность нарастает, достигая беспрецедентного уровня. Так, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в Азербайджане планирует активно участвовать в диалоге по изменению климата на предстоящей сессии КОП-29. Как считают ФАУ, в создании устойчивого будущего очень важна роль молодёжи, поэтому необходимо создать условия для обмена знаниями и обсуждения методов действий, которые будут эффективны для решения актуальных проблем. Молодое поколение должно активно участвовать и вносить свой вклад в различные сферы, включая изменения климата, сельское хозяйство и продовольственную безопасность. Сегодня мы строим будущее, которое они будут наследовать, и поэтому важно вовлекать молодёжь в процесс принятия решений уже на его начальных этапах, а также в переговоры. Они будут ключевыми участниками этой работы в будущем, поэтому их активное участие в КОП-29, что является актуальной темой, обнадёживает. Надеемся, что это будет только началом. В перспективе молодые люди будут играть значительную роль в адаптации к изменению климата и его преодолении. В рамках мероприятия стороны обсудили инновационные подходы к развитию сельского хозяйства и продвижению «зелёной повестки». По мнению эксперта, необходимо объединить усилия всех сторон и развивать новые инновационные подходы в борьбе с климатическими изменениями. Мы все прекрасно знаем также, что КОП-29 будет нацелен и на обсуждение такого важного вопроса, как привлечение новых инвестиций, финансирование всех тех моментов, которые, скажем, обсуждались в рамках конференции КОП-28 и будут продолжены обсуждаться в рамках повестки КОП-30, которая пройдёт уже в следующем году в Бразилии. И сейчас вот эти инновационные подходы они дают возможность странам поделиться своим опытом. Уже в ноябре текущего года в Баку соберутся эксперты из различных стран для поиска путей решения ключевой проблемы мира изменения климата и обсуждения текущих вопросов повестки дня. Это событие привлечёт мировое внимание к Азербайджану. Процесс подготовки климатической конференции ООН помогает стране разработать подходы, которые будут обсуждаться на самом мероприятии. Однако не стоит забывать, что ситуация во всех странах отличается. Какие-то страны испытывают засуху, где-то наоборот больше дождей, но у каждой страны есть своё видение будущей глобальной повестки и свой процесс реализации цели устойчивого развития ООН. Такие встречи, как скажем сегодня, они позволяют нам обсудить моменты, которые уже были достигнуты, что сейчас стоит на повестке дня, к чему нам стоит стремиться и как подходить ко всему этому именно с инновационной точки зрения, с точки зрения защиты экологии, окружающей среды. Значение КОП-29 для Азербайджана, несомненно, обусловлено стремлением страны активно участвовать в глобальной борьбе за сохранение климата и адаптацию экономик к современным глобальным вызовам. Этот климатический саммит приобретает особую важность в контексте структурных изменений, которые уже начались в азербайджанской экономике и будут продолжаться в ближайшие годы. Валерий Дадилов, Сабина Мурадова, Анастасия Шишканова, CBC. Тем временем в Баку состоялся четвертый диалог целей устойчивого развития на тему консультации с заинтересованными сторонами по четвертому добровольному национальному отчету Азербайджана к расширению экономических прав и возможностей женщин. В мероприятии приняли участие представители Министерства экономики, финансов, труда и социальной защиты населения, науки и образование, здравоохранение, а также представители частного сектора и другие заинтересованные лица. Мероприятие, состоявшееся в столице Азербайджана на тему цели устойчивого развития, началось выступление заместителя премьер-министра Азербайджана Али Ахмедова, поприветствовавшего гостей форума и рассказавшего об успехах страны, а также поделившегося проблемой, которая мешает быстрому восстановлению освобожденных от длительной оккупации территории страны, а именно о минной проблеме. Вице-премьер рассказал участникам мероприятия о беспрецедентных масштабах минирования, о миллионах противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Карабахе страной-агрессором. Именно по этой причине, по словам Ахмедова, Азербайджан выдвинул инициативу о добавлении проблемы разминирования в повестку ООН в качестве 18-й цели устойчивого развития. Несмотря на то, что война закончилась, Азербайджан продолжает бороться с минной проблемой. Люди гибнут или получают ранения при подрыве на минах. Верю, что вопросы, поднятые Азербайджаном по минной проблеме, будут учтены ООН. И цивилизованный мир не будет закрывать на это глаза. Азербайджан выдвинул инициативу о добавлении разминирования в повестку ООН в качестве 18-й цели устойчивого развития. Треть мира страдает от минной угрозы, и я уверен, что эти страны поддержат Азербайджан. Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владан Кондреева в ходе мероприятия отметил, что Азербайджан является одной из немногих стран мира, которая в июле текущего года представит свой четвёртый добровольный национальный отчёт по достижению цели устойчивого развития. По её словам, сам факт свидетельствует отвёртой приверженности правительства Азербайджана к достижению поставленных целей. Повестка дня в области ЦУР действительно глубоко укоренилась в Азербайджане. Данный диалог служит платформой для консультаций с национальными партнёрами и заинтересованными сторонами по проекту четвёртого добровольного национального отчёта Азербайджана. Ещё одной темой обсуждения стала тема расширения прав и возможностей женщин в мире. По словам председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой, начиная с 2012 года число женщин-предпринимателей в Азербайджане увеличилось в четыре раза. Мурадова отметила, что в настоящее время доля женщин среди общего числа предпринимателей составляет почти 23%. По её словам, в стране функционирует 17 женских ресурсов. в которых проходят специальные тренинги для женщин. Благодаря этим центрам более 800 женщин уже начали свою бизнес-деятельность. В свою очередь, заместитель министра экономики Азербайджана Сагиб Мамедов заявил, что на сегодняшний день было предоставлено льготных кредитов на сумму более 50 миллионов монатов по более чем 800 инвестиционных проектов, связанных с развитием женского предпринимательства. Чиновник подчеркнул, что благодаря принятым решениям было открыто более тысячи новых рабочих мест. При подготовке отчёта были учтены все замечания и поправки. В этой конференции также принимают участие представители ЛАОСа. Наши гости смогут ознакомиться с достижениями Азербайджана в этой области. Мы поделимся своим опытом. В мероприятии также принимали участие и другие ответственные лица. Помощник генерального секретаря, директор Бюро программ развития ООН по разработке политики и поддержке программ Маркос-Нета, выступая на мероприятии, наполнил о запуске инвестиционных карт цели устойчивого развития, включающих и аспекты женского предпринимательства. Он выразил уверенность в успешном проведении КОП-29 в Азербайджане. Делегацию из ЛАОСа возглавил генеральный директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел ЛАОСа Даови Вангсай. По словам Вангсая, ЛАОС намерен изучить опыт Азербайджана, повышение экономической активности женщин и поделиться своим опытом в будущих обсуждениях. Балифа Бахшиева, Руфат Эликперов, Си-Би-Си. Это были наиболее актуальные новости экономики к этому часу. Лидия. Спасибо, Медина. Медина Гурбанова представила экономический блок. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин